Дбейсоба, 13 сентября 23 года. Записывать комментарий к этому событию вживую, в оригинале, было невозможно. Там было очень шумно, играла громко музыка, и она бы все заглушила. Приходится накладывать комментарий после. Мне очень хочется поделиться своими эмоциями, которые я испытал на Дбейсобе. Больше всего, что меня приятно удивило и поразило, это огромное разнообразие национальностей, религий, рас. И, конечно же, языков, многие из которых я даже на слух не мог понять, откуда эти люди. Дбейсоба мне напомнила тропические джунгли, богатые всевозможными пернатами, живностью, растениями, яркими красками и великолепным разнообразием. Вот, что такое Дбейси сегодня. И что самое важное, все это разнообразие народов очень мирно, я бы даже сказал благодушно, уживается друг с другом. Армяне и азербайджанцы спокойно гуляют, никаких разногласий. Русские с украинцами, ну да, славян вообще не отличишь друг от друга, где русские, где украинцы, но по логике вещей половина из славян с Украины, другие из России. Никаких противоречий, никаких конфликтов. Вообще у людей на Дбейсобе были очень, практически у всех, доброжелательные, расслабленные, веселые, улыбающиеся лица, что очень радовало. И лишний раз являлось подтверждением тому, что если специально не поджигать межнациональные, межрасовые конфликты, то они и гореть не будут никогда. Какие бы мы разные не были, по вероисповеданию, цвету кожи, национальности, в душе мы все одинаковые. Чувства и эмоции у всех людей одинаковые, а это самое главное. Мы радуемся одному, мы печалимся одному и тому же. И в душе у каждого землянина сидит стремление к миру, к любви и добру. И Дбейсоба очень четко показала, что Дбейси является, ну не только Дбейси, вся Грузия на сегодняшний день является тем местом, где царит мир, любовь и доброта. Благодаря этому Грузия и стала центром притяжения. Вот тут меня очень приятно удивило возрождение знаменитых вод Лагидзе. Не Пепси-колу, не Кока-колу продавали, а лучшие в мире воды Лагидзе. Я их правда не попробовал и не могу сказать, насколько они соответствуют тем старым советским стандартам ГОСТа. Но один только факт того, что было написано Лагидзе, а не Кока-кола, уже говорит о многом. А вот это резиденция нашего президента Соломи Зурабишвили. Что лишний раз подчеркивает, что Грузия самая толерантная страна, наверное, во всем мире, ну уж в Европе так точно. Президент страны является француженкой. Родилась, выросла, сформировалась как личность во Франции. 40 лет работала в руководящих властных структурах Франции, а потом и Организации Объединенных Наций. И лишь на склоне лет, в 2018 году, за месяц до президентских выборов в Грузии, отказалась от французского гражданства, стала участвовать в предвыборной кампании и победила. Чем не пример выдающейся толерантности. Ту самую пору Европе учиться у Грузии этому. И не им нас уму-разуму учить. Честно говоря, я вообще не могу понять стремление Грузии вступить в Евросоюз. Вступать туда надо было вовремя. Лет 20-25 назад, когда в Евросоюз был богатой молодой девушкой на выданье. Красивая, здоровая, с деньгами и с большими перспективами. А сейчас Евросоюз это старая, дряхлая старуха. Потрепанная, обнищавшая и уже одной ногой в могиле стоящая. Какой смысл туда вступать? Чтоб скинуться на похороны из собственного бюджета. Когда Евросоюз был молод, красив и богат, нам даже визы не давали туда. А сейчас загибающийся, кому он нужен? Непонятно. Есть шикарные слова в песне. Расцветай под солнцем, Грузия моя. Ты любовь свою вновь обрела. Я вот в это лето, объездив на мотоцикле больше половины Грузии, побывав в самых удаленных уголках страны, могу сказать, что это уже случилось. Грузия расцвела. Возродилась полностью из пепла. Меня просто поразило, как ухоженно, чисто, в каждом даже небольшом районе, в небольшом городке Грузии. Везде чистота, порядок, спортивные площадки, школы все ухожены, выкрашены, восстановлены. Отличные дороги по всей Грузии. Меня даже больше поразило. Мы в этом году побывали на горе, такой вот уникальной горе, красивейшей, Гомесмта. Оговорился, извините, Хвамли-Смта. Откуда если в 60 километрах находится? И туда, на эту гору, где нет никаких деревень, просто чисто на гору, на туристическое место, сделали дорогущую, сложнейшую дорогу. Там такой сложный рельеф, сумасшедший градиент. И сделали бетонную дорогу. Ну, я не знаю, она космических денег должна стоить, такая дорога. Длиною 15 километров. Просто на гору. Такую роскошь себе могут позволить только очень богатые страны. Я когда ехал по этой дороге, я думал, где я? В Грузии или в Швейцарии? В очень удаленные такие уголки страны сделали дороги, чисто чтобы туристы могли полюбоваться красотами. Там даже пунктов населенных никаких нет. Но дороги уже есть. Это же каких денег стоит? К тому я и говорю, что Грузия уже расцвела. И в пору не нам стучаться в Европу, а Европе стучаться к нам. Я в Грузии живу с начала 70-х годов, когда еще было на дворе застольное. Застольное брежневское время. Сытое, богатое, когда Грузия была самой богатой республикой на территории Советского Союза. Самым высоким уровнем жизни. Страна, где никогда, как говорится, не заканчивалось веселье. Прекрасно помню 90-е годы, которые все прожил в Грузии. Когда в январе 92-го года на Руставеде стреляли пушки по дому правительства. Когда хедреновцы ходили и грабили в открытую людей на улице. Когда город практически вымер. Половина населения уехала кто куда. Кто в Европу, кто в Россию, кто в Америку, в Израиль. На заработки. Не было ни света, ни газа, ни дорог, ни транспорта. Когда Грузия в одночасти превратилась в богом забытый край. И это продолжалось добрые 14-15 лет. Пока Саакашвили, не придя к власти, не начал восстанавливать страну из пепла. Вот за эти длинные 18 лет Грузия возродилась. Возродилась из ниоткуда. Опять превратилась в конфетку. Это так радует и глаз, и сердце. Что невольно думаешь, лишь бы только и не сглазить. Лишь бы только опять не начались беспорядки. Которые могут привести к дестабилизации ситуации и к войне, не дай бог. Что такое война? На постсоветском пространстве Грузия узнала одна из самых первых. Наряду с Арменией и Азербайджаном. Вот эти вот три закавказские республики, бывшие советские, первые узнали, что такое война, разруха, нищета. Да, молодежь этого времени не знает вообще. Когда в принципе-то государственности не было в стране. И вот прекрасно понимаешь, что в ближайший месяц-два могут наступить опять вот эти самые смутные времена в Грузии. Очень не хочется возвращения 90-х годов. Богом избранная и обласканная земля Сокартвеллу всегда должна быть и оставаться местом добра, мира, дружбы и любви. Местом, куда бы всегда тянулись души людей, хоть раз побывавших в Грузии. В свое время, в 90-е, мир приютил наших граждан, дав им кровь, работу. Это и Россия, и Украина, и Европа, и Америка, и Израиль, откуда шли деньги на помощь семьям. И как говорят, долг пролатежом красен. Сейчас настали для многих трудные времена. Люди бегут от войны. Бегут от войны туда, где тихо, спокойно. Где люди улыбаются друг другу. И протягивают руку с бокалом вина, а не с оружием. Когда все утихомирится, многие, конечно, вернутся в свои дома. Кто-то, может быть, и останется здесь. Но, всегда будут вспоминать о Грузии с огромным теплом и любовью. Вообще, что является настоящим богатством любой страны? Не природные ресурсы. Они конечны. Из-за них постоянные войны идут. Настоящим богатством любой страны являются люди. Чем больше людского разнообразия, тем ярче краски, богаче культура и интереснее жизнь. Мы все друг у друга учимся, перенимая самое лучшее. Так устроен, в принципе, человек по натуре от природы. Поэтому меня очень радует разнообразие национальностей, представленных на сегодняшний день в Грузии. И, как прекрасно видно, если это специально не поджигать, то никогда гореть не будет. Никогда люди разных культур не станут друг с другом враждовать, а наоборот, делиться будут друг с другом, перенимать лучшее от каждого. Любое противостояние должно начинаться и заканчиваться на борцовском ковре, в дружеском-полованском поединке. А побеждать всегда должна дружба и только дружба. Люди, делайте добро друг другу и бросайте его в море. Сделали добро, забыли про него, добро добром вам вернется. Как в детской песенке пелось, улыбнись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. А в конце хочется пожелать всем нам, чтобы как бы не поджигали нас в межрасовых, межнациональных конфликтах, мы бы не загорались и не горели бы, а продолжали любить, помогать и улыбаться друг другу. В конечном итоге добро всегда побеждает зло. Это закон природы. И дай Бог нашим властям силы, мужества и терпения сохранить мир на этой святой земле. И Бог им всегда будет в помощь.